Кто бы мог подумать, что фильм Джокер будет актуален столько времени к ряду. И все же это так, а лента, которая должна была стать просто отдельной историей вне вселенной DC, до сих пор продолжает влиять на целую часть своей индустрии. Конечно, во многом это связано с феноменальными кассовыми сборами, превысившими 1 миллиард долларов, а также всевозможными премиями, и вот, видимо, Marvel решили в срочном порядке перехватывать эстафету, снимая своего Джокера. Всем привет, с вами Юту, и мы начинаем. Дело в том, что студия Marvel, извечный конкурент Ворнера, Фи Ди Си, видимо, все-таки не хочет мириться с тем, что DC-шники обошли их на поприще серьезного взрослого кино. И хоть Джокер, конечно, в абсолютных цифрах и близко не добрался до сборов, скажем, последних Мстителей, все-таки в процентном соотношении затрат и прибыли, именно этот фильм стал самой кассовой супергеройской лентой всех времен, не говоря уже о том резонансе, что творение Тодда Филлипса вызвало в обществе. Так что это в самом деле была огромная победа DC над конкурентом, который теперь, видимо, решил брать реванш. По крайней мере, источники близкие к студии Marvel сообщают нам, что подопечный Кевина Файги и он сам уже сейчас нацелились на то, чтобы таки сделать прорыв в фильмах с рейтингом R. Поэтому в данный момент студия Marvel ищет режиссеров и сценаристов, хорошо зарекомендовавших себя на данном поприще, чтобы снимать свой эквивалент Джокера. Ну, то есть не свой Джокер, не в прямом смысле слова, конечно, но скорее свой ответ Джокеру от DC. А ответом этим должен будет стать обновленный Каратель. Думаю, многие из вас еще помнят фильм 2004 года, но все же основной своей фанбазой, помимо комиксов, история об антигерое, который мстит за свою семью и борется с плохими парнями, правда, такими же плохими методами, обязана сериалу, вышедшему на Netflix. И вот теперь, судя по всему, в Marvel решили перекинуть эту темную историю и на большой экран. В принципе, кстати, очень даже неплохая почва, при правильном подходе, само собой, чтобы в самом деле извоять нечто в стиле Джокера. По крайней мере, фактура и сюжета для этого карателю уж точно хватит. Да и, к слову, сам Джон Бернталл несколько месяцев назад говорил о том, как для него важен персонаж Фрэнка, и что он вполне мог бы вернуться к данной роли, если проект в самом деле был бы стоящим. Ну а уж полнометражный фильм от Marvel, да еще и с амбициями стать конкурентом Джокеру, что может быть более подходящим моментом для того, чтобы вернуться. Что тоже добрый знак, в конце концов, думаю, именно Бернтала большинство фанатов хотело бы увидеть в перезапуске Карателя. Так что, как знать, возможно, в обозримом будущем мы с вами сможем увидеть конкурента Хакина Феникса от Marvel. Уверен, это было бы очень интересно. И, к слову, Карателя и Джокер объединяет и еще кое-что. Ведь также, по одной из самых свежих утечек информации, Бен Барнс, сыгравший роль Билли Руссо в сериале от Netflix, сейчас рассматривается студией Warner Bros. как потенциальный новый Джокер для трилогии Бэтмена с Робертом Паттинсоном в главной роли. Хотя в последнее время мы с вами, честно говоря, уже могли сбиться со счета этим самым новым в кавычках Джокером. Что же, не знаю, выйдут ли планы студии Marvel по взращиванию своего собственного темного антигероя дальше простых обсуждений и планов. Честно говоря, очень бы этого хотелось, ведь пока что основная часть всего, что производят подопечные Кевина Файги, это исключительно развлекательный продукт и даже Дэдпул с их рейтингом R не делает никакой погоды в данном вопросе. А так хотелось бы, чтобы Marvel наконец начали создавать что-то более вдумчивое и серьезное, хотя бы иногда. Возможно, именно Каратель станет первым шагом к этому. Кстати, как вам такие перспективы и хочется ли вам увидеть что-то в самом деле жуткое и страшное в исполнении Марвеловцев? Давайте обсудим эту тему в комментариях. Ну а кому нравится идея с перезапуском Карателя на большом экране, поддержите это видео лайком, ну и не забудьте подписаться на наш канал. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.